Соблюдать меры предосторожности просят и красноярские власти. Режим самоизоляции ослабили на прошлой неделе, но держать социальную дистанцию и носить маски по-прежнему необходимо. Чтобы проверить, как горожане соблюдают правила, в общественном транспорте и салонах красоты проводят рейды. Сегодня в них поучаствовал мой коллега Виктор Бородин. Подробности в его сюжете. На протяжении месяца такие рейды в общественном транспорте проходят каждый день. Инспекторы из департамента транспорта проверяют наличие масок у пассажиров, а также у водителей и кондукторов. Смотрят и на общее соблюдение санитарных мер, например, наличие антисептиков в салоне автобуса. Несколько групп проходит по всему городу. Охватываем порядка 100 единиц техники. Где проводим профилактические беседы с теми людьми, кто не соблюдает масочный режим. Реагируют люди по-разному, но в основном положительные. Инспекторы говорят, в целом ситуация с соблюдением масочного режима улучшилась. Ответственность понимают и простые красноярцы. По словам горожан, сейчас многое зависит от них самих. Я считаю, что для того, чтобы прекратить вот эту волну заболеваемости, все равно каждый должен немножко побеспокоиться, в первую очередь, о себе. Чтобы не принести это ничего ни в семью, ни на работу. Кстати, третью неделю в Красноярске работают салоны красоты и парикмахерские. В одной из них нам рассказали, соблюдают все санитарные нормы. Как в случае с посетителями, так и с работниками. Социальная дистанция, ношение масок и перчаток – лишь малая часть из них. Все клиенты у нас приходят только по записи, так как ожидание в помещении может вызвать, скажем так, неблагоприятную среду. Поэтому каждый клиент приходит к конкретному времени и получает свою услугу. По дезинфекции помещения. Производим полную дезинфекцию каждые три часа в рамках нормы. Для этого введем, получается, все статистические журналы. За соблюдением норм в салонах красоты также следят проверяющие. Они регулярно проводят рейды. И во многом с их помощью можно приблизить снятие режима самоизоляции, отмечают в администрации железнодорожного района. Значит, основная наша задача – это соблюдение превентивных мер. Ну и, соответственно, конечно, ношение масок и социальные расстояния соблюдения. Значит, мы ежедневно проводим такие рейды для того, чтобы предупредить людей о их ответственности, потому что сегодня руководители предприятия отвечают именно за соблюдение этих всех превентивных мер. Специалисты отмечают, и для горожан маска – не единственный способ профилактики. Не менее важной является социальная дистанция. Нельзя пренебрегать и личной гигиеной. Нужно чаще мыть руки по возможности пользоваться антисептиками. И ежедневно стирать маску, если она многоразовая. Виктор Бородин, Павел Иванецкий, 7 канал.